Привет, друзья! Меня зовут Антон. Хотим сегодня представить вам новинку этого сезона Moto-джинсы от HV Sport, модель KamaKa. Вкратце о модели. Сверху это хлопок, внутри кевлар, также вставки защитные. Вставки кевлара идут на заднице, бедрах и в районе коленей. Подробнее смотрите фотографию. Чем же отличаются эти Moto-джинсы от тех, что были у нас ранее? Во-первых, они выглядят как обычные городские Moto-джинсы. Окраска у них такая пятнистая. Расцветка называется городские хаки. Выглядят совершенно обычно. Два кармана спереди, два кармана сзади на липучке. Маленький карман, который предназначался изначально для визиток, теперь носит чисто декоративный характер. Сбоку два кармана, один на молнии, другой на кнопках. Вывернул я джинсы, выглядят они внутри вот таким образом. Сетка вентиляционная, вот, и внутри кевлар. И в задней части также. Подробнее смотрим на картинку. Вот под этой вентиляционной сеткой находится желтый материал кевлар. Что такое кевлар? Кевлар это революционное волокно. Выдумал его, или придумал скорее, французский ученый. Используется для обшивки салонов самолетов, космических кораблей. Кевлар обладает высоким сопротивлением на разрыв и истирание. То есть, если вдруг вы упадете, будете скользить, то кевлар не протрется, соответственно, защитит вас и ваши бедра от скользящих. Внутри у джинс вот такие вставки-карманы. Это для того, чтобы вы могли вставить сюда защиту бедер. Защита бедер встречается на российском рынке не так часто, поэтому вы можете использовать спиненный полиэтилен, который идет в куртке 8 мм. Вырезать по размеру и вставить сюда. Все же это будет лучшая защита, чем ничего. Вот эта сетка сделана для того, чтобы, так как помимо джинсовой ткани к штанам пришивают еще и кевлар, получается достаточно теплая вещь. Для лучшей вентиляции, для того, чтобы здесь происходила циркуляция воздуха, для того, чтобы кевларовое волокно не обтирало во многу, производитель EGV Sport подшил вот такую сетку. Достаточно прочную, гипоаллергенную, которая обеспечивает дополнительную вентиляцию. В районе коленей идут кармашки для того, чтобы можно было вставить за счет у коленей. Вставка сертифицированная, но единственное, что она закрывает только область колена. А так как штанина не обтягивает ногу вплотную, то вставка, соответственно, может и не защитить при ударе, так как она ходит туда-сюда. У кармана три липучки для регулировки по высоте. То есть можно вставку сделать как выше, так и ниже по росту. Ростовка у джинс идет стандартная, поэтому есть вот эти регулировки, которые позволяют регулировать высоту колена. По длине джинсы идете и подшиваете в обычном ателье. Вставки подшиты в районе бедер, на коленей и в районе задницы. В местах наиболее подвержены скользячки при падении. Наверное, это все по джинсам. Если у вас остались вопросы, задавайте у нас их на канале в YouTube. Если вам видео в целом понравилось и по джинсам вопросов нет, также оставляйте лайки, чтобы мы понимали, что видео по джинсам вполне доступно для понимания. Субтитры сделал DimaTorzok